Автомат за сколько разбираешь? Самое минимум 20 секунд. Вика учится в 8 классе, живет в селе Курочкино. Два года назад стала участницей военно-патриотической смены в одном из загородных лагерей. Ей там настолько понравилось, что после она решила вступить в движение юнармия. Нас учат строевым упражнением, автомат. А копы роете? Нет еще, но бомбы, как обезвреживать, как проходить места с бомбами. Прежде всего для таких активистов и создают подобные центры патриотического воспитания. Но теперь и для школьников. По новым требованиям учебной программы все мальчики 10-11 классов должны пройти начальную военную подготовку. Девочки тоже могут познать азы военного искусства, но набирать их будут по желанию. Для них откроют летние профильные смены от военно-спортивных клубов, школьных и казачьих отрядов. АК-12М1 будет уже выпускаться без двойного выставления. В центре «Авангард» смена будет длиться 5 дней. Ребята обучат основам огневой, строевой, инженерной подготовок и других базовых дисциплин. Будет огневая подготовка на базе воинских частей. Ближедлежащая часть к нам – это зато сибирский поселок расположено. На базе их будет проводиться стрельба учебная. Ну и первоначальные знания по разборке, сборке автомата будут здесь все проводиться на месте. Центр базируется на базе Тальменского техникума. Здание не новое, однако в августе все внутренности демонтировали, оставив одни кирпичи. Отстроили заново. Четыре дня назад мы издавали этот объект, он был сдан. Вот подписаны были акты соответствующие. То есть вот с момента захода первого строителя подписания акта прошло всего два с половиной месяца. За такой короткий срок. Типовая комната, таких комнат для курсантов у нас 26. Центр обустроен как особого типа загородный стационарный лагерь с круглосуточным пребыванием. Жить ребята будут в хороших условиях. На армейские казармы не похоже даже близко. Наш центр одновременно может принять 100 учащихся, 100 ребят, учеников 10 классов, пускников, тем которым необходимо пройти именно военно-полевые сборы. В феврале готовятся к первому заезду. В год планируют обучать до 3000 детей со всего края. Такие центры создают в каждом регионе. В нашем их будет три. Где построят остальные, еще не решено. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Это минус.